здравствуйте друзья с вами снова дмитрий балковский goldenfront.ru это 36 выпуск золотых заблуждений и в нем мы снова поговорим о бардаке на одном из важнейших суверенных монетных дворов а именно на монетном дворе сша мы провели целое расследование которое связано с публикации статистики этого замечательного учреждения на самом-то деле ситуация плачевная и я сейчас вам подробно объясню что произошло и почему это такой тревожный на самом деле сигнал сигнал очень серьезный в пользу покупки драгоценных металлов вообще отчетность о продажах инвестиционных монет слитковых монет чеканки монетного двора сша обычно публикуется в полночь по московскому времени каждый день но в последние наверное пару лет у них все время случаются задержки то есть они с публикации отстают и под конец месяца постоянно подгоняют данные то есть реально данные появляются не первого числа следующего месяца по суммарным продажам за месяц предыдущий а где-то числа 4 5 сейчас вы на своих экранах видите самую последнюю их отчетность за пятницу девятое число исправленную отчетность вот но я буду менять эти таблички их комментировать соответственно 5 июля в понедельник вот здесь вот и у нас значит 182 тысячи унций всего проданных золотых орлов за месяц июнь стояли целый месяц 4 тысячи что было очень и очень странно уважаемые товарищи потому как это выбивалось совершенно очевидно из тенденции последних очень многих месяцев и 12 24 то есть вот в мае были плохие продажи но было все-таки продано более 20 тысяч унций а с продажами buffalo с другой стороны в июне вроде было все нормально 27500 унций пожалуйста и вообще вся эта статистика продаж она обновлялась только один раз за весь месяц июнь в общем было это очень странно еще по двум следующим причинам все наверное слышали да разговоры о том что монетного двора сша не хватает серебряных заготовок действительно вот в мае не было продано ни одного серебряного орла это был тоже очень странно необычно но такая же ситуация была и еще в начале июля по крайне мере она была показана так на сайте монетного двора сша то здесь тоже был ноль начале июля здесь был еще 0 за июнь продаж серебряных американских орлов и тут конечно очень уместно напомнить как можно защититься от всего этого государственного идиотизма и безобразия купить немножечко георгиев победоносцев пойти простым и понятным путем взглянуть к нашим в коллегам в компанию золотой запас позвонить им написать и запастись этими замечательными изделиями потому что пока они стоят все-таки относительно еще очень недорого ссылочки на сайт компании я как обычно везде разместил и в описании ролика и на сайте goldenfront.ru ну а нехватки заготовок для золотых американских орлов никто ничего вроде бы не слышал потому что опять же в мае когда был продан 0 серебряных орлов было продано 20 500 унций орлов золотых то есть как бы все вроде бы нормально и тут вдруг 4000 да вот я повторю там где сейчас 182 тысячи стоит у нас было 4000 еще 5 июля в понедельник а здесь был тоже ноль здесь сейчас стоит 2 миллиона восемьсот и вторая причина по которой эта статистика резала глаз заключалась в том что перский монетный двор штат западная австралия в июне отгрузил 72 тысячи девятьсот десять тройских унций золотых изделий миллион восемьсот двадцать три тысячи унций серебра если у австралийцев серебро есть то почему он нет у американцев мы в одном из прошлых выпусков разбирали этот вопрос австралия америка производит приблизительно одинаковое количество серебра в год америка там 900 чем-то тонн австралия 1300 тонн по моему или 1400 то есть почему одни смогли найти серебро в таком большом количестве а другие вообще ничего не смогли найти но уже буквально в среду я специально сделал для вас вот этот скриншот сказать для истории среду 7 июля в отчетности монетного двора сша просто какой-то хаос сотворился вроде бы отчетность была исправлена и должна была появиться какая-то ясность но всех это только еще сильнее запутала ну ясность в чем здесь появилась в том что здесь вместо нуля вот за июнь продажи silver в анонс серебряных орлов до появилась 2 миллиона 700 тысяч унций да окей ну хорошо значит все-таки было что-то продано здесь у нас в суммарных продажах золота вместо 4 тысяч унций появились 182 тысячи унций начали кстати продавать они и мелкие монеты тоже их несколько месяцев не был то есть ну и видимо у них действительно были проблемы с заготовками я не знаю я не видел информации но вот монеты пол унции теперь у них продавались за июнь четверть унции в одну десятую долю унции американские орлы все это да хорошо но хаос настоящий у нас появляется в статистике продаж американских орлов за июль уже то есть вот за первые семь дней июля тут появился несуразное совершенно количество проданных орлов 749 тысяч и сумме здесь значится 671 тысячи да то есть ну вы понимаете что за весь год не может быть продано 671 тысячи унций орлов если за один июль их было продано 849 тысяч не бьются цифры но в столбце с продажами серебряных орлов у нас те же самые 849 тысяч то есть по всей видимости человек который таблицу заполнял ну как практикантка наверное она была либо рассеянны либо просто чем-нибудь покурила или что такое с ней произошло о что она немножко напутала если опять же на то что она все-таки что-то перепутал указывает количество суммарная монет золотых американский орел всех размеров продано и 18000 и здесь у нас столбец продаж монет весом в одну унцию то есть они вот столбцам здесь подразделяются на на веса здесь одна унция полуунции четверть унции десятая доля унции здесь 18000 значится каким-то звездочкой непонятно чему она тоже относится ну просто человеку звездочка нравится этот символ красивый действительно такой звездный и вот уже на следующий день после этого 8 июля все вернулось на круги своя здесь у нас 849 тысяч здесь 26 тысяч все правильно золотых орлов продано здесь звездочка осталась и сумма у нас здесь тоже бьется то есть все наладилось дорогие товарищи вы конечно можете меня спросить уважаемые зрители дмитрий зачем такой вот это расщепление волос а я объясню зачем потому что монетный двор сша для тех кто не знает он является попечителем золотых резервов сша тут организация которая не может простые арифметические действия себя на сайте совершить чем за этим сайтом следят ну очень многие люди во всем мире тут стать из здания монетных дворов видите у себя на экране вот то есть это официальная статистика о продаже эталонов золотых серебряных правительства соединенных штатов позорище на самом-то деле соответственно всем этим хозяйством управляет министерство финансов сша то есть то самое которое вот контролирует там мировой гегемон доллар резервный знаменитый и т.д. и т.п. то есть на самом деле мировой гегемон такую билиберду не можете позволить публиковать это просто позор вот это урок и предупреждение для всех кто держит вот эти пустящие бумажные доллары они стоят они очень много по сути какой-то момент это выяснится тут у министерства финансов сша есть на самом деле еще одна табличка интересная это долг так называемый до копеечки dead to the penny реального правительства соединенных штатов вот на 30 июня вот он отметочку ровную пересек 28 триллионов 500 миллиардов долларов за эти десятки триллионов долларов американское правительство не может даже таблицу элементарную заполнить найти кого-нибудь чтобы он не путался в цифрах в арифметике если есть какой-то довод в пользу владения золотом и серебром то для меня лично то о чем я вам только что рассказал попробуйте меня переубедите пожалуйста с вами был дмитрий балковский golden фронт точка ру до свидания